В Петропавловске открылся первый футбольный центр. В нем будут тренироваться 280 ребят. Они перейдут из других спортивных школ города. В будущем именно эти подростки составят основу нашей профессиональной футбольной команды. Участие в открытии центра принял президент Федерации футбола Казахстана Ирлан Кожагапанов. Вместе с рабочей группой он прибыл с рабочей поездкой в Северный Казахстан. Все подробности этого визита расскажет Алена Подласова. Сначала рабочая группа посетила стадион Жастар и футбольную школу Кызылжар. В 30 группах здесь занимаются 346 детей. Три года назад базу отремонтировали. Теперь у спортсменов есть места для питания и проживания. Спортивная школа ЖНС – следующий объект рабочей программы. Гостям показали музей. После состоялась встреча с тренерами и воспитанниками. Руководитель группы, президент Федерации Ирлан Кожагапанов рассказал о проекте, который планируется реализовать в Петропавловске. Возможно, финансировать его будет Союз Европейских футбольных ассоциаций. Что такое полноценный футбольный манеж? Это огромное поле. Сколько летом вас тренируется? Видите, вас сейчас. Основная масса сидит, молодежь вся сидит, как зрители смотрят. Когда у вас появится полноразмерный манеж, у вас и Дю США смогут играть, и футбольные центры все смогут тренировать. Одновременно до 8 тренеров может проводить занятия со своими детьми. Заинтересовали гостей также стадион «Карасай» и база профессионального футбольного клуба «Казалжароска». В прошлом году на средства спонсоров здесь отремонтировали раздевалки. Но особой гордостью североказахстанцев сегодня считается новый дворец спорта. Ледовая арена, легкоатлетический манеж и тренировочные базы. Для развития нескольких видов спорта в регионе есть все условия, отметил Кожагапанов. В Петропавловске я хочу особо отметить, что тренерская школа – это очень высокая. Футбол в Петропавловске имеет очень хорошие традиции. Поэтому в Петропавловске и вообще в североказахстанской области очень благодатная почва для того, чтобы развивались и росли звезды отечественного спорта. Также президент федерации принял участие в открытии футбольного центра. Из спортивных школ Петропавловска в него перейдут 280 ребят. В будущем именно они составят основу нашей профессиональной команды. Одним из таких талантов является воспитанник с дюшор Казалжар Олег Аверин. Футболом он занимается 6 лет. Говорит, этот центр – хороший стимул для дальнейшего развития. У нас есть перспектива, куда расти. Есть перспектива попасть в наш Казалжар или по Казахстану в другую команду. Строительство объектов повлияет положительно, потому что это даст желание молодежи заниматься, потому что они будут видеть, что строят, что для них стараются, что есть где тренироваться. До настоящего времени Петропавловск оставался единственным городом, где не было своего футбольного центра. Кстати, тренеры, желающие там работать, будут проходить специальный отбор. Патестация всех наших тренеров. То есть есть определенные требования для тренеров, которые должны работать в футбольном центре. Это непосредственно категория «Б». Детально вопросы развития детско-юношеского футбола члены делегации обсудили в Североказахстанском государственном университете. По мнению большинства участников встречи, строительство манежи позволит создать лучшие условия для спортсменов. Да, нужны, чтобы тренироваться лучше. Когда на деревянном покрытии по-другому бегаешь, вообще другая логика игры. То, что у нас будут строиться манежи, это повлияет положительно на качество игры наших футболистов. И мы сможем вырваться в чемпионы. В нашем регионе более 11 тысяч человек занимаются футболом. Для них открыты 269 полноразмерных и 213 мини-полей. Алена Подласова, Арман Джамангузов, Дмитрий Желтышев. Новости МТРК.